А теперь у меня для вас вот такое задание. Сейчас мы разделимся на три группы. Текст для первой группы. Евреям 7, стих 23, по Евреям 8, стих 15. Это будет группа А. Группа Б займется изучением. Итак, группа Б займется изучением Евреям 9. А группа С будет исследовать евреям 10 стихи с 1 по 18. Вы составите группу А. Свой текст вы уже знаете. Главы с 8 по 10 являются ключевыми в послании к евреям. Ключевыми в обсуждении данной темы. Фрагмент длинный. Попрошу вас ответить на следующий вопрос. Что определяет такое существенное превосходство Христа, как первосвященника? Что делает его, как первосвященника, неизмеримо выше остальных? Далее группа Б. Средняя часть. Вот здесь. У вас евреям 9 глава. Ваш вопрос. Что определяет превосходство небесной скинии, священного места? Чем она столь превосходна? Это скиния. Это куща. И далее группа С. Ваш текст, глава 10 стихи с 1 по 19. Что определяет исключительный характер жертвы Христа? В чем ее превосходство? Кроме того, постарайтесь установить связь с более ранними библейскими событиями, с ветхозаветным повествованием. После этого мы рассмотрим все вопросы вместе. Постараемся увидеть значимость Иисуса, первосвященство, Его жертвы, как оно раскрывается в этой важной книге Нового Завета. Ну что же, приступайте. Итак, первосвященник, ваше рассуждение и комментарии. Постоянный, а не временный. Что-нибудь еще? Да. Совершенный, не нуждающийся в принесении жертвы за свой грех. Нельзя упускать из вида то, что в послании к евреям, равно как и в других книгах Нового Завета, немаловажным аспектом является сама жизнь Христа. Его праведная, непорочная, безгрешная жизнь имеет прямое отношение к искуплению. Реформаторы называют это активным повиновением Христа, которое вменяется нам. Так что мы облекаемся в его праведность. И праведность это определяется таким образом жизни. Совершенным. Еще комментарий. Тема, которая возникает вновь. Спасибо. Правильно. Иисус – первосвященник по обетованию. Новый порядок. И в этом его отличие от других священников, которые должны были приносить жертву за всеобщие грехи, в том числе и свои собственные, как это было установлено ранее. Таким образом, прежний порядок противопоставляется новому. Хорошо, а теперь переходим к группе «Б». Здесь все будет немного сложнее. Мы не просто сосредоточимся на идее превосходства скинии, но и постараемся противопоставить ее, это священное место встречи с Богом, старому порядку вещей. Спасибо. Спасибо. Оригинал – противовес копии. Итак, преимущество в данном случае определяется фактором реальности скинии. Помните, в книге «Исход» непосредственное устройство скинии, которое потом повторилось «в храме», было дано свыше, будто было списано с чего-то уже существующего на небесах. Еще комментарии? Спасибо. Иначе говоря, жертва, приносимая в небесные скинии, если хотите, понятно, что это образное выражение, и следует полагать, что где-то в другом измерении тоже будет 10 кольев, например. Пожалуйста, повторите свою мысль. Пока приводил пример, забыл, к чему вел. Да, да. Очевидно, жертва превосходная в противовес жертве посредственной, то есть в виде животного. Правильно, в отличие от небесной скинии, скинии нерукотворны. Эти слова «рукотворны», «нерукотворны» встречаются в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, отнюдь не единожды. Они помогают разграничить дела Божьи и дела человеческие. Так, идолы, к слову, это творение рук человеческих. Так что, проведем здесь черту. Прежде чем мы перейдем к следующему моменту, заметьте, как все это относится к теме превосходства Христа, обсуждаемой в послании к евреям. Другими словами, его преимущество. Равно как и преимущество того, что Иисус несет с собой по сравнению с тем, что было доступно прежде, до пришествия и подвига Христа. Комментарий. В подвиге Христа есть нечто окончательное, нечто решающее, по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас перейдем к следующей группе. А пока обратите внимание, продолжу ваши мысли, на стих 9-14. Пожалуй, единственный стих, четко определяющий роль Святого Духа в деле искупления. Здесь написано, что Иисус Духом принес Себя непорочного Богу. Обычно в контексте Креста, Крестной смерти, звучит упоминание «Отец-Сын». Здесь же, однако, подчеркивается посредническая роль Духа в принесении жертвы. Два заключительных комментария и будем переходить к следующей группе. Как выражена достаточность однократного принесения, об этом мы еще будем говорить. Да, это мысль, стих 28, о том, что жертвы, принесенные Христом, однажды, окончательно и достаточно для искупления грехов. Здесь иное понимание действия спасения. Существуют некие физические характеристики земной скинии. Однако в описании скинии небесной отсутствуют такие вещи, как, скажем, небесные светильники или небесный престол милости, поскольку здесь нечто реальное, по-видимому, выражено метафорически, применительно к тому, что совершил Иисус. А теперь ваша группа. Чем определяется превосходство жертвы Христа? Чем она совершеннее? Один за многих. Раз и навсегда. Итак, это нечто реальное, а не тень. Та самая реальность, тот самый объект, на который указывают тени. Подобно тому, как моя тень ведет ко мне, указывает на меня реального. Мысль о том, что это было не только что-то внешнее, внешнее очищение посредством жертвы, но и внутреннее. Отсюда упоминание совести в предыдущей главе. А также ссылка на Псалом 39, на Христа как жертву совершенную. Это не жертва всесожжения и тому подобные внешние атрибуты, которых желает Бог, а тот, кто фактически исполняет Его волю. А все, что Христос делал на земле, было подчинено воле Отца. Эта жертва достаточна. Она самодостаточна. И в этом проявляется различие между самодостаточностью жертвы Христа и неполнотой, недостаточностью прежней системы. Она была несовершенна, поскольку кровь козлов и буков указывала на что-то более глубокое и реальное. В итоге, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что священники и первосвященник год за годом должны были приносить жертвы, так как они были неполные, временные, неокончательные. Да, когда Бог говорит и греховых, и беззаконие их не воспоминал более. Помните язык? Идиоматический язык, о чем я раньше, кажется, уже упоминал. Мы говорили, что фраза, подобная этой, «не воспомину», обозначает «не буду действовать». И наоборот, «вспомню» значит «что-то предприму». Таким образом, фразу «и грехов их не воспомину более» следует понимать, как «не накажу их за грехи их». Полагаю, что подразумевает она именно это. Нетрудно заметить, что послание к евреям провозглашает превосходство, совершенство, подвига Христа. Итак, он упраздняет прежний порядок, признает его устаревшим, что означает, что Иерусалимский храм больше не служит центром сосредоточием Божьих целей. Подробнее об этом мы поговорим в рамках темы «Божье присутствие и Божий народ», когда точно сейчас сказать «не могу». Сегодня храм Божий — это мы с вами. И всякий раз, собираясь вместе, мы и образуем этот храм. Можно сказать, что храмовое присутствие Бога сегодня распространилось по всему миру, но это уже другая история. здесь, опять-таки, цитата из 39-го псалма. «Пришел кто-то, кто желает исполнить волю Божию, предлагая себя Богу». Вот это подлинно благочестивый муж. Это подлинно праведный первосвященник. Еще один комментарий, а потом я предложу своим. В 10 главе говорится, что Иисус воссел, достигнута кульминация. «Дело сделано». Вот что здесь выражено. То же самое отражают термины «хапекс, апепакс». Это греческие слова, которые переводятся как «однажды». Давайте рассмотрим ссылки. Первое, послание к евреям, 9 глава, стих 12. Здесь мы читаем следующее. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью. Однажды вошел Он во святилище и приобрел вечное искупление. Однажды, раз и навсегда». Афепакс. Теперь 9 глава, стих 26. «Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха, жертвуя Своей». В стих 28. «Так и Христос однажды, принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения». Далее 10-12. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога», на что буквально минуту назад ссылались в классе. Снова и снова звучит мысль о том, что произошло нечто решающее, кульминационное, окончательное. Видеосеминария ТВС «Благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Содержание глав с 8 по 10, если посмотреть дальше, опирается на 16 главу книги «Левит», описывающую день очищения, день искупления. День очищения. Кульминационное событие в системе ежегодных жертвоприношений израильского народа и высшая точка старой системы. Так вот, Христос принес окончательную жертву, более совершенную, не требующую более ежегодного жертвоприношения, совершаемого первосвященником. На что еще я хотел бы обратить ваше внимание? На Евангелие. Соответствующее повествование мы находим, например, в Марка 15. Здесь описывается историческое событие, разъяснение которого содержится в Евреям главах с 8 по 10. То событие, которое данные главы помогают нам понять. Иисус умирает на кресте. В шестом же часу, Марка 15.33, настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопило Иисус громким голосом, «Элои, Элои, Ла, Масса Вахвани, что значит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших, тут услышав, говорили, «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме, та самая завеса в храме, которая отделяла святое святых, раздралась надвое, сверху донизу. Раз в год за эту завесу мог заходить первосвященник. Символизм очевиден. Теперь она разорвана, разодрана. Доступ открыт. Доступ, который возможен, благодаря его смерти. Таким образом, евреям 8-10 представляет собой богословие, помогающее нам понять суть этого символизма. И еще одно замечание, прежде чем мы будем двигаться дальше, послание к евреям, в частности, главы с 8 по 10, представляют собой насыщенный, содержательный ветхозаветный текст, очень значимый с пастырской точки зрения. Как любое добротное богословие, обсуждаемый текст из евреям заканчивается вопросом о применении прочитанного в жизни с целью освящения, преображения в образ Христа. Стихи 19-25 проистекают из изученного вами текста. Итак, слово «и так» указывает на логическую связь с предыдущим текстом. Братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования, неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего. Мне думается, что английская стандартная версия здесь предпочтительнее, ибо фразы «давайте будем встречаться» как таковой в тексте нет, хотя соответствующее понятие здесь несомненно присутствует. Другими словами, это глубокое и сложное богословие в конце концов завершается увещеванием и ободрением христиан. Энкорижмент. Субтитры создавал DimaTorzok